И вновь начнем с проблем украинских беженцев в Бурятии. Группа переселенцев все-таки вернулась из Гусиноозерска в Улан-Удэ. По их мнению, власти Селингинского района не смогли предоставить приемлемые для жизни условия. Напомню, накануне туда привезли 27 украинцев, и вот как их там встретили. Что нам обещало здесь общежитие? Мы не готовы были. Нам не надо АД и 5 звезд, нам не надо питание трехразовое, нам не надо туалет-ванная совместная. Нам ничего не надо. Нам нужно хотя бы хибара какая-то с туалетом, без условий. Нам надо жилье, чтобы начали работать, чтобы дети пошли в школу, мы рвались побыстрее, чтобы к первому сентября все было готово. Я не хочу есть, понимаете? Мы в убежищах сидели, не ели по суткам. Я не хочу есть, я хочу жилье и работу, которую я найду сама. Мы не хотим забрать у вас благо какое-то, не хотим. Дайте нам хибару. Ну нет, у меня хибару. Ну нет, зачем давать заявки? Вы дали заявку, потому что у вас работа? Дайте заявки на гостинице все. На все гостиницы мы дали заявку. Но мы же, мы не туристы, у нас нет денег платить. Между тем, обстановка накаляется и в реабилитационном центре, в поселке Светлый. По словам беженцев, условия с каждым днем там становятся все хуже. Нет вещей, даже средств гигиены. Люди не доедают. Так ли это, на месте выясняла Кристина Соснина. Здравствуйте. Телекомпания «Айригус» удостоверение. Нам бы директора увидеть. Выйдите, пожалуйста. Я говорю, мы... Выйдите, пожалуйста. Аппаратуру... Ну выйдите, пожалуйста, меня ругать будут. Я понимаю, кто вас будет ругать? Выйдите, она выйдет к вам сама. Выйдите, я говорю. Почему вас ругать будут? Это что такое? Нам запретили. Что запретили-то? Также не пускают и улан-уденца с одеждой и предметами первой необходимости. Люди вынуждены тайком передавать переселенцам все необходимое. Первый раз в жизни я видел людей, которые радовались в туалетной бумаге. Вы не поверите. Вот это очень страшно. Час спустя власти все же появились. Подоспели и стражи правопорядка. С территории Светлого вышел и директор реабилитационного центра. Людям пояснили, передавать вещи из рук в руки запрещено. Опасаются инфекции. Необходима специальная обработка. Люди, если хотят оказать помощь, приходите к нам. Мы всегда возьмем эту помощь и адресно, если вы хотите адресно, чтобы эти люди прямо поприсутствовали, тот, кто хочет, мы обязательно в их присутствии передадим централизованно людям, беженцам, которые у нас находятся в Светлом. Реабилитационный центр покинули более 60 человек. Половина остается в Светлом, в том числе и те, кто вернулся с Гусинозерска. Вы думаете, я приехала, мне 62 года, а я с внучкой вылетелась из этого города, дели, ноги унесла. В Бурятии переселенцы третью неделю. Позади по осеннему холодные дни, но теплые вещи они так и не видели. Люди говорят, ходят в сланцах на босую ногу. И дети, и беременные. Нам сказал директор лично. Вы сказали, что вы уже одеты по сезону. Уважаемые товарищи, давайте не будем путать и лукавить. Было сказано, что не положено, а то, что мы отдаем одежду по сезону, слово «не положено», не говорилось. Все вещи пытались централизованно раздаться. Люди, примеряя, собирали, обуви не было совершенно. Нам был ответ такой, что вся гумандитарка, которая собирается, она не для вас, а для тех, кто еще приедет. Чай без сахара и прокисший спрет. Говорят, такое здесь не редкость. Если с обедом и ужином смирились, то по утрам дети просто не могут есть соленую кашу. А завтраки пересмотрите, пожалуйста. Наши порции те для взрослых. Пересмотрите, дайте детям что-то, чтобы они могли... Мы не можем кого-то лишать и кого-то, значит, кормить. Всем будет полностью предоставлено завтрак, обед и ужин. Если необходимо меню пересмотреть по замене продуктов, мы пересмотрим. При оформлении часть документов на детей потеряли. Их чиновники пообещали восстановить в кратчайшие сроки. Непонятным пока остается вопрос с материальной помощью. Уж сильно разнятся суммы выплат. Материальная помощь выплачивается до 10 тысяч на человека, на каждого члена семьи. До 10 тысяч. Но не на каждого. Это рассмотрится. Рассмотреть в кратчайшие сроки обещали и вопрос с постоянным местом жительства и работы для тех, кто остался в реабилитационном центре. Ведь места в Светлом нужно освободить. Уже завтра в республику должна прилететь очередная партия беженцев. Кристина Соснина, Борис Геленов, телекомпания Оригус.